Всем привет! Сегодня у нас 17 июля 2019 года. Украина, город Кременчуг. Хочу показать новинку в своей коллекции. Сорт итальянской селекции. Букармен. Первое подоношение. Была сделана прививка в крону два года назад. В этом году показала первые сигналки. Вот такая вот интересная диплоидная сливка раннего срока созревания. Держится хорошо на дереве. Вот такой вот интересный плод. Сейчас хочу сважить его, продегустировать. Такие интересные сливки. Сорт считается по описаниям такая вот интересная. Размер хороший, мне понравился. По описаниям считается очень вкусный. Сейчас проверим. Товарный. Такой он плотный. В руке завязалось. На одной веточке у меня пару сигналок и на второй веточке пару сигналок. Сейчас посмотрим. Щепнутый в сорт генерал. Вот генерал. А вот был кармен. Так, где тут еще видел, где-то было. Такие вот плоды блукармена. А вот генерал. Сейчас покажу, чтобы было видно. В руке у меня блукармен, а на ветке вот висит генерал. Я в крону генерала вщепывал. Для того, чтобы посмотреть соответствие сорта. Всегда на прививочке в кроне намного быстрее можно увидеть плодоношение. Так, сейчас пойдем к другому дереву посмотрим. Тут, кажется, уже нету. Да, тут нету. Тут пару сигналок было. Так. Вот подошел к другому дереву. Там, где сделана прививка блукармена. Такие вот красивые плоды. Это довольно новый сорт на территории Украины. Не так давно завезенный. Вот он полностью поспел. На дереве, видите, держится хорошо. Одной рукой так сильно не сорвешь. Рвется с таким отрывом. Такая интересная диповедная сливка. Раннего срока созревания. Вот рядышком можно видеть. Вот это блукармен висит. Вот блукармен висит. А вот рядышком висит барбанг-гигант. Вот загрузка. Оно еще зеленый. Я его, блин, не пронормировал. То таких размеров не будет, конечно, под 200 грамм. Видите, вот такие плодяки висят. Громадные. Вот рядышком блукармен. Барбанг-гигант. Я даже подвязал, чтобы ветку не сломало. Но это я сниму. Я думаю, он будет готов через недели-полторы. Потому что он полностью зеленый. Он как облепленный. Просто урожайность бешеная у этого сорта. Так, ну ладно, перейдем к блукармену. Вот блукармен. Такие вот плоды. Тоже не мелкие в руке. Можно видеть товарные. Вот такие вот. С таким налетом. Видно восковым. Первые сигналки. Врвется отлично. Так. Ветер не страшен этому сорту точно. Сто процентов. Блин. Не, пойду сейчас повожу. Так. Сорвал. А теха еще более мелкие повисят. Я говорю, немного завязалось. Сейчас будем дегустировать. Так. Сорвал я чуть-чуть сигналок своих в этом году. Сейчас посмотрим, какой вес у них. Интересно. Заявленный вес на этой дипоидной сливы до 120 грамм. 56. Ну, естественно, это, конечно, при том, как дерево войдет в силу, заплодоносит, будет мощное, крупное. У меня пока первые сигналки от 58 до 60 грамм. Все равно классные. 55. 60. То есть надо... Это я разрезал. 61. Так. Ну, вес примерно 50-60 грамм по камесь. Это я разрезал ее, чтобы сатрафировать для заставки. Такая красивая у нее мякоть. Сейчас давайте еще разрежем. Плотная слива данная. Ага, косточки не хочет выпаться. А сока сколько, е-мое? Сока... Не хочет выпаться. Сока... Масса. Течет все. Так, ладно, хорошо. Упаться не хочет. Надо разрезать. Давайте попробуем на вкус. Сейчас я продегустирую. Ух ты, бомба какая! Полностью выспивший плод, очень сладкий, очень сочный. Вот такие нотки и сливы, и алычи. Еще какие-то тона у нее присущие. Блин, я даже не могу сразу сказать какие-то тона. Но вкусно. Сейчас еще попробуем. Распробую может быть. Косточка вообще не отделяется. От мякоти. Даже зубами со шкрябла не хочет. Косточка маленькая. Шкурка, как слышно, очень сильно хрустит. Очень прикольно. С легкой кислинкой шкурка. Блин, съел вкус вообще. Не ожидал. Не ожидал. Как же ее? Плотная слива. Не хочет она отделяться от косточки нифига. Вообще не хочет. Такая цвета мякоть у нее. Как же я то отделил, е-мое. Вот так вот если разрезать и покрутить, вот так вот отделяется. Сок у нас брызжет. Сочная, хрустящая слива. Класс. Светую всем этот сорт. Ммм. 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 В следующие годы. То есть это будет вообще класс. То есть товарная для транспортировки класс. Вот смотрите. У меня руки правда все в соке. Гляньте какая красавица. То есть на рынке должна улетать. Такая вот у нее форма интересная. То есть есть даже вот такая вот форма. Какая то неправильная. То есть на пару штук попалось. А так вот. Класс. Вот такая вот бомба. Новинка на Украине. Кто выращивает данный сорт. Прошу отписаться в комментариях по наблюдениям. Как он себя показывает на Украине. То есть как бы считал, что вроде бы на всей территории Украины можно выращивать. Мразостойкость у нее отличная, достаточная. То есть в выращивании неприхотливый сорт. То есть вот так вот опыляется отлично. То есть ему в принципе опылители и не нужны. То есть нормально он себя ведет. То есть хотелось бы услышать от тех людей, кто конкретно занимается или в коммерческих целях по данному сорту. Услышать и их не отзыв конкретно. Потому что с первых сигналов конечно сильно там громко говорить неправильно. Нужно как минимум 5-6 лет понаблюдать в своем саду. Как она из года в год себя должна показывать. Или показывает. То есть хуже лучше опыление. Как она гниет, не гниет. То есть в этом году первые сигналки гнили не было ни одной. Падалицы не было. Вот такой вот сорт. Вот такой я показал. Такая классная вкусняшка. Класс. 5 баллов. Короче. Кому понравилось видео. Друзья. Ставьте лайки. Ставьте палец вверх. Это помогает моему каналу продвигаться. И это стимулирует меня на новые видео. На новые сорта. Покупка. Выращивание. Ну и естественно показ вам. Всем спасибо за внимание. Всем пока.